Приветище! Это Зельда Слёзд Королевства, и сегодня мы продолжим поиски короля Дорифона. Сперва давай же поднимемся к королю, посмотрим, тут он или нет. А тут его не оказалось, но есть дети. Король Дорифон бьёт кулаком и ногой. Я самый сильный! Ох-х-х-х-х-х-х-х-х! Ох-х-х-х! Меня победили! Слизь такая густая! Ох-х-х-х-х! Поражение! Подлый монстр! У меня нет другой возможности придётся спрятаться в секретном месте. То есть... А? Чего тебе? Мы играем в короля Дорифона, и все места уже заняты. Ты нам мешаешь играть, уходи! Ну вот, меня детишки послали. Но зато, зато мы знаем, что король Дорифон где-то ныкается в секретном месте. Блин, они меня опять впалили. Я хотел подслушать, где он прячется, но... Как видишь, не получается. Тогда ищем жену Сидона. Наконец-то нашел его жену. Она тут в купельне отдыхает. Ох, слизь очень стойкая. Скорее бы наши пациенты поправились. А, налечит пациентов. Леди Йона, Сирлинг здесь? Я вообще-то прямо перед ней вон в луже купаюсь. О, рада тебя видеть. Я, кажется, уже намекнула, что во владениях хранится кое-что, что раньше принадлежало тебе. Доспехи Зора. Блин, точно! Ты мне хочешь их вернуть? Это круто! Они сильно пострадали, и я попробовал их починить. Сейчас они почти готовы, не хватает только одного элемента. Мне нужна чешуйка древней Араваны. В последнее время эти рыбы нам не попадались, и я даже не знаю, где они водятся. Но раз их применяют при изготовлении доспехов, то кузнец Дента может что-то про них знать. Прости, что мы не сразу отдали тебе доспехи, но мы хотели их починить. Если сможешь найти древнюю Аравану, принеси ее мне, пожалуйста. В доспехах Зора ты сможешь подниматься по водопадам, не хуже нас, хоть ты и хайлиц. Они наверняка тебе пригодятся. Просто не забудь принести мне чешуйку. Короче, я все королевство оббегал, и никто ничего не знает про короля. Кроме как детей. Детям, похоже, нравится играть в их секретную игру в тронном зале. Выглядит так, будто они изображают короля Дорифана. Но мне интересно, что за разговоры они там ведут? Игры в Дорифана? Да, но они говорят, что игра секретная, и взрослым туда нельзя. Сказали еще, что сам король Дорифан велел им держать все в секрете. Что за секрет такой? Раз это секрет короля Дорифана, думаю, что принцу Сидону интересно будет это узнать. Если бы я что-то такое от них услышала, был бы повод... В смысле, я могла бы лично доложить об этом принцу Сидону. Но стоит мне только подобраться к ним поближе, как они сразу меня прогоняют. Леда наводил порядок в тронном зале, но они даже его выгнали. Неужели никак нельзя подслушать, о чем они там болтают? Меня прогнали. Леда, привет. Че расскажешь? Дети в тронном зале играют в секретную игру. Изображает короля Дорифана. Они недавние события вроде переигрывают. Очень интересно было бы посмотреть. Вот только как бы к ним подкрасться? Наверное, нужно где-то спрятаться. Блин. Где-то спрятаться. Блин, самое простое, это где-нибудь найти костюм ребенка. Переодеться и подслушать их. Ну, как-то че-то... Может, вот здесь вот спрятаться в воде? Вот сюда подойти. Слушать. Я справился, но слишком вязко. Я проиграл. Король Дорифан, прошу вас. Может быть, вам лучше спрятаться пока в том самом месте? Эй, так неправильно. Я не могу быть сразу музу и монстром. Мне что, разорваться, что ли? Слушайте, я все думаю. Где же мог спрятаться король Дорифан? Я знаю, я знаю. Я однажды спросил про это у Дорифана. Надо подумать. Дворец кристаллизованной воды или что-то вроде этого? Кристальная вода? Наверное, в этом месте течет чистая вода. Хотя почти все воды в округе загрязнены слизью. Может быть. Я слышал, что где-то между владениями и пиком молнии еще течет чистая вода. А тайный вход должен быть где-то за водопадом. Ух ты, класс! Значит, за водопадом с чистой водой расположен тайный вход? Ого, вот здорово! Ага. Эй! Муза запретил нам про это говорить. Да ладно. Все равно нас никто не подслушает. Ладно, давай снова играть. Да ну, давайте поиграем во что-нибудь другое. Ага, я их подслушал, прикольно. А теперь давай тут вылезем. Я скажу... Скажу привет, я все слышал. Какое классное название. Дворец кристальных вод, правда? Значит, где-то между владениями и пиком молнии еще течет чистая вода? Чудесно. Я надеюсь, что король Дорифон там спокойно отдыхает. Но самое классное это то, что тайный вход находится за водопадом. О, нет! Не может быть! Ты что, подслушивал? Эх, это большая тайна. Ну, как бы они не сильно-то и расстроились. Значит, за большим водопадом. Ну что? Вот он этот водопад. Там внизу даже есть колечко специально для меня. Типа, занырни туда. О, погоди, а там кто у нас? Это что? О! Наши водные друзья-пузырики! Но трогать-то я его не буду. Я вот вначале сюда запрыгну. Что, нифига? Но мы не сдаемся! Попытка номер два. Е-е-е! Вышло все-таки! Блин, тут адовое течение, конечно. Жесткое. Водопад мне, наверное, не заплыть с ним. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Здесь бы мне не помешал костюм. Вот с ним было бы вообще зачетно. Но я все же попробую без него туда залететь. Ну что, попробуем взлету, наверное, на параплане туда вот прям. Прям залететь вот так вот. Это возможно? Это возможно, но прохода я здесь как бы и не вижу. Потому что он вполне может быть где-то наверху. Ай! Сраный этот пузырик. Я, короче, свысока осмотрел вот этот водопад и не нашел ни одного прохода. Но вон тот водопад... Мне почему-то кажется, что там вполне может быть проход. Так что летим туда. Здесь, в принципе, течение тоже довольно резкое. Но я попробую все-таки туда влететь. И посмотреть, что там у нас. О! А вот и проходик. То, что нужно. Блин, ну туда наверх все равно без костюма сложновато будет добраться. Но я попытаюсь. Можно при помощи телепорта так. Где я-то? Я потерялся. Я здесь. А, тут встать не на что, поэтому... Телепорт тут не сработает. Как насчет вот этих вот огромных глыбней? Телепортнуться на... О! Тогда таким макаром. Ну, а дальше по старинке. Тут доползти вообще пигня. О-о-оу! О-оу! Из-за влаги тут слишком скользко. Блин! Вот это минус. Ладно, вообще не вопрос. У меня есть куча щитов с ракетами. И они-то мне и помогут. Полетели! Обаньки! Вот! А вот и ты, Дорифан. Заныкался, да? Думал, я тебя не найду. Так, что это я включил? Ничего не надо. Здоровенько! Бычара! О-о-о! Музу! Давненько не виделись, как ты постарел с лужей. Эй! Кто здесь? Ты-ты же, Левинк. Как тебе удалось найти это место? Что вы там еще задумали? Музу! Подожди! Если ты ничего не объяснишь, Линк не поймет, что происходит. Посмотри на него, он весь в грязи. Дорифан, король Зора. Почему он весь в грязи? Я понять не могу. Он в грязи, что ли, лазил? Давно мы не виделись, Линк. Я слышал, что ты пропал без вести вместе с принцессой Зельдой. Зачем ты сюда пришел? Да там, короче, под Хайрулом такое. Значит, я... Так вот, что произошло. С тобой и принцессой Зельдой. Говоришь, принцесса Зельда внезапно куда-то исчезла? Не лги нам! Я принцессу Зельду собственными глазами видел, сразу после происшествий замки Хайрул. Успокойся, Музу! Я не вижу лжи в глазах Линка. Он все еще друг Зора. Всему этому должно быть какое-то объяснение. Линк, сначала я расскажу тебе, как мне встретилась принцесса Зельда. И почему я прячусь тут, во дворце кристальных вод. Я встретил принцессу Зельду, сразу после того, как замок Хайрул взмыл ввысь. В небе появились парящие острова. Вниз потекла слизь и посыпались обломки руин. Мы с Музу покинули владения, чтобы исследовать эти происшествия. Тогда-то все и случилось. С неба спустились принцесса Зельда в сопровождении какого-то монстра со слизью. А затем она неожиданно натравила этого монстра на нас. Король Дорифон превосходно отразил атаку монстра, но пострадал от слизи во время боя. Мы не успели глазом моргнуть, как принцесса Зельда скользнула. Если станет известно, что король Зора пострадал за тронувшийся умом принцессы Зельды, быть беспорядком. Поэтому мы пока решили скрыться в этом дворце кристальных вод. По твоим словам, Зельда куда-то пропала под замок Хайрул. Но, с другой стороны, она явилась нам неподалеку от владений Зора и натравила на нас монстра. Ничего не прояснилось, скорее даже наоборот. Но, с точки зрения Зора, ясно одно. Все это свалилось нам на голову с неба. Это катастрофа, слизь, монстр и даже принцесса Зельда. Вероятно, решение всех этих загадок тоже нужно искать в небе. Сидон велел историку Джиата, который разбирается в руинах, провести исследование. Интересно, пришел ли он к какому-то выводу? Да пришел, мы там кое-что откопали. Ха-ха, так ты уже поговорил, Джиата. Дар короля, о котором ты говоришь, был упомянут в надписи на восточной каменной плите. Хм, да. Я о нем слышал. Дар короля – это королевская чешуйка. Я слышал, что они назывались так в описании древних ритуалов, но ныне никто не знает, как они применялись. Но если мои чешуйки могут тебе как-то помочь, то, прошу, возьми их. Бери, не стесняйся. Это мелочь. Если из расходов все, приходи, я дам тебе еще. Ага. Королевская чешуйка. Пять штук. Вчера монтажу плюс пять дает. Ну, я уже старею. Раз какой-то монстр смог вот так запросто напасть на меня. Наверное, стоит подумать о скорой передаче королевского титула моему сыну Сидону. Король Дорифон. Ну, об этом я подумаю, когда вся эта суматоха со слизью утрясется. Пожалуйста, расскажи Сидону о моем состоянии, о королевских чешуйках. Так, пусть он обо мне не беспокоится. И пусть сделает все необходимое. Так. Ну, отлично. По крайней мере, он раскрыл нам тайну, почему он такой грязный. И это прискорбно и печально, учитывая, что мы знаем о лже Зельды. Он был обманут. Но сказать мы ему про это ничего не можем, потому что наш персонаж не мой, черт подери. Хотя нет, он же как-то общается по-немому. Как-то же он рассказывает, что с Хайрулом-то случилось, правильно же? Да, странно, что когда он узнал это через воспоминания, он все-таки не сказал королю о лже Зельде. В общем, идем к Сидону. Сидон, я короля нашел. Ха, Линк, есть новости по поводу принцессы Зельды? Нет, но я нашел короля. Да ты что? Говоришь, на моего отца напал монстр? Которого натравила на него принцесса Зельда? Что это означает? Ну, пока мы можем только положиться на моего отца и постараться не слишком беспокоиться. Линк, спасибо тебе за новость о моем отце. Принцесса Зельда, спустившаяся с небес, монстр и слизь. По-моему, нам нужно подняться в небо. Теперь мы знаем, что дар короля, который, по твоим словам, упоминается на монументы, чешуйка моего отца. Осталось выяснить, что это за земля небесной рыбы, парящей камни и капли среди них. Линк, встань на землю небесной рыбы. Хм, может это какое-то место? Я думаю, если мы найдем землю небесной рыбы, то там мы наверняка разберемся, что это за капля. Если ты что-нибудь разузнаешь, Линк, не забудь рассказать мне, пожалуйста. Да я уже все нашел, не переживай. И, кстати, у меня еще вопрос был. А почему твой батя такой здоровый, а ты такой мелкий? Или ты еще не подрос, ты еще стоплячок в зоровских размерах? Хотя все остальные зоры, они тоже мелкие. Да, король просто бугай такой мучный. В принципе, я уже был там. Вот она, это летающая рыбина. В таком случае, я здесь наткнулся на воздушный шарик. И еще и батарейка есть. Кстати, знаешь, что я подумал? А воздушный шарик будет работать от моего огненного кинжала? То есть, может и дрова не надо подкидывать? И это было бы супер-пупер. Вот мы сейчас это и выясним. Кинжал у меня... У меня кинжал... Где он там, огненный кинжал? Доставай его. Вот так я сюда подхожу. И как бы... Ну нет, не работает. Не работает. Что ж, в таком случае у меня есть другая мысль. Я хочу сделать воздушный транспорт из моего руля и пару пропеллеров. Ну, короче, вот. Как-то такую штуку придумал. Хочу попробовать, получится или нет. Вот, садимся. И... И... Оу! Оу! Мы летим! Ю-ху! Вот и все. И не нужен мне никакой воздушный шар. Только летим мы как-то... Странно. Я нахожусь в каком-то более горизонтальном положении. А-а-а! А-а! Что тут? Какого? Что произошло, елки-палки? Где мой мотик? Мотик? Главное не просрать мой мотик. Мотик, ты куда упал? Вот, сраня, я все просрал. У меня опять нужно запчасти и прочее, прочее, прочее. Абзац. Я, короче, сильно задрал положение своего джойстика, ну, то есть руля. И... Поэтому я свалился, походу, по всей видимости. Сколько будет стоить вот эта вот штука? Девять зонаров. Ну, ладно, давай, стройся, короче. Пофиг. Проблема в том, что теперь я уже переделать его не смогу. Поэтому слишком задирать нос я не буду. Поехали. Погнали. Взлетаем. Аккуратно. Вот, взлетаем, взлетаем, взлетаем. Надеюсь, мне батарейки сейчас схватят. Но если что, я там это... Кое-что бахну. Ой, а что мы так это кружимся? Можно в другую сторону? Да ёппарасотэ! Да что ж такое-то, где мой? А вот, кстати, отсюда можно увидеть свой мотоцикл. Короче, притащил я такой сюда вот свой мотороллер. Такой, гляжу, вот здесь камень лежит. Я такой, да и в топку мой мотороллер не доделал. Я потом его улучшу. А я спокойненько так себе на камень лучше поднимусь. Это безопаснее всего. Вот и всё. Я парился там. Городил какие-то мотики. Наверху вроде бы нас ничего не ждёт. Поэтому можно, в принципе, падать. А так. Блин, я аж тут всю рыбину отмывал. Почему она вся заплёвана? Что за свиньи тут в воздухе живут? О, боги-боги. Ладно, мне главное в каплю стрельнуть, поэтому... Ну вот она, эта капелька. Мы её нашли ещё в прошлой серии. Заряжай стрелу! У меня нет стрел. Как я так мог лохануться? Скажите мне на милость. Вот это... Погоди, здесь были где-то ящики. Может быть, в ящиках и мне повезёт? Мне повезёт. Вот они, ящики. Пожалуйста! Пожалуйста, будь там одна стрела. Так, отсюда я их точно не подниму. Надо вниз спуститься. Да не толкать ты их. Пожалуйста, стрела. Хоть одна. Хоть одна стрела. Да! Одна стрела. Две, три. Фух! Коробочки мои, вы меня спасли. Ещё пять стрел, пачечка. Слава богу! Рыбьи-боги меня услышали. Ну всё, теперь мы просто насаживаем на стрелу вот эту чешую и стреляем туда. И что-то должно произойти, видимо. Главное в это говнище не влезть. В эту пучину болотистую. Натягиваем тетиву. Лук голема почти сломался. Да и пофиг. Где эта чешуйка? Блин, куда я её затолкал? Нашёл! Нашёл! Вот чешуйка, значит, я её вот так вот заряжаю. И я надеюсь, что она оттуда долетит. Надо вот повыше взять. Давай так вот повыше. И полетели! Она, кажется, так близко находится, эта капелька каменная. Давай тогда вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подсказки о пути в небо Выполнено Это какой-то телепорт вверх, что ли? Ну, допустим Погнали, посмотрим, что это может быть Есть небольшая проблема Дело в том, что мы сейчас летим над озером Которое загрязнено Оно очень болотистое Такое, знаешь, оно песчаное, я бы даже сказал И вот мне нужно, видимо, попасть прямо вот в это вот сияние Сейчас мы это попробуем сделать Ну, если что, я утоплюсь просто тут Сейчас вот Вот сюда, вот так вот Так, спокойненько Так, и что, я сюда подошел И как бы А что произошло-то, собственно? Походу, зря я сюда Летел Проблема вся в том, что Я теперь отсюда не уплыву Я сейчас тут потону Ох, елки Куда меня закинули? Ну, наверное, это правильно Поэтому Я схожу вначале к Сидону К Сидону Сидон-дон Короче Надо его предупредить Сказать, что там какая-то штука И, возможно, он мне поможет Потому что, когда я туда сам в одиночку подлетел Ничего не произошло Я даже там не увидел телепорта И прочее Так, секундочку Сидон уже вот здесь вот тусит Со своей супругой Что-то там бурагозит Йона Йона А Йона сидит и внимает Ну, точнее, стоит Йона Что ты тут делаешь? Мне нужно с тобой поговорить Я давно уже об этом думала Вот как Линк Линк Что случилось? Ты что-нибудь разузнал? Ну, как бы там Стрелой стрельнул туда Ты решил загадку древнего монумента И появился столб света? Если верить надписи на монументы Исследовав это место Можно найти дорогу в небо Молодец, Линк Это важное открытие Послушай, Сидон Я считаю, что тебе тоже нужно Заняться этим столбом света Я уже давно думаю Что ты мог бы действовать более решительно Если вы с Линком Объедините свои силы Мы наверняка сможем справиться И с этой опасностью Это верно, но... В чем дело? Почему ты сомневаешься? Я просто... Чего? Слизистый щитает Монстры, покрытые слизью Не он ли Напал на отца? Сидон Мы можем заняться водой Хотя бы на некоторое время Хорошо Линк Прошу, помоги мне в бою Да не вопрос Сейчас раскидаем его Он защищает свое тело слизью Этот противник выглядит очень опасно Получи момент и позови меня Водяной покров, который я создам Защитит тебя от атак врага А еще я могу покрыть твое оружие водой И ты сможешь поразить ей врага на расстоянии Нанеся удар О, классно Спасибо, Сидона Это купительно Это... Ой-ой-ой А где, кстати, щит у меня? Вот, вот этот вот Когда он мокрый, он наносит огромный урон И я еще хотел бы его зачаровать Так Ой, блин, я забыл залечить свои раны У меня совсем не было сердец Ну и что, попыточка номер два Погнали Да сейчас подберусь Блин, он плюется мне Опа, а я щитом прикрываюсь Так Теперь мне нужно в него шлепнуть водой Сидон, мне нужна твоя помощь Где он, кстати? Ты куда дел... О, он там стоит Ладно Что я и обойдусь с помощью А вот, кстати, он подошел Ну давай Шлепай его Так Теперь я Готово Я его еще и поджег Огненный я убираю Кинжал Беру топорик, который сейчас уже скоро сдохнет Блин, это плохая была идея Надо чтобы... Вот, вот что мне нужно Ага Теперь другое оружие берем Вот эту вот штуку И давай, погнали Ой-ой-ой-ой Нормально так его шлепнули Что он будет делать? А, он опять в грязь пошел Сейчас он весь грязющий выползет Сидон Конечно Давай-ка Я побежал туда Бегу, 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 бегу Опа Вот она Ну давай Покажи свою грушу там Эта изо рта Где она? Ага А, лук Лук у меня же лук сломался Сейчас я возьму вот этот вот Не, этого будет достаточно Он меня сожрал Мои сердца Я упал Рыцарский щит украл Козлина, отдай мне щит Щит мне отдай Вот уродец Где ты там? Давай мне воду А, ему пофиг уже на воду Он сожрал щит мой Ах ты негодяй Ах ты негодяй У меня, кстати, стрел-то больше нет Я надеюсь, что Сейчас я его добью Давайте лупите его бандой Готов Ты справился, Линк Этому монстру конец Никто не пострадал? Мы в порядке Какое облегчение Если бы с тобой что-нибудь случилось, Йона На случай, если появится еще один монстр Тебе, Йона, лучше вернуться во владение Благодарю, Сидон Но сейчас важнее то, что нам Линк рассказал Если ты займешься этим столпом света Который появился у чаши Ты, вероятно, сможешь выяснить Почему с неба падает слизь И куда подевалась принцесса Зельда Мы обо всем тут позаботимся Я считаю, что тебе нужно вместе с ним разобраться, в чем дело, Сидон Ну, я охотно пошел бы с ним Но я просто не могу оставить тебя и остальных в опасности Разве ты не доверял мне дела прежде? Это же ненадолго Мы справимся и без тебя Но... Сидон, милый Мне очень приятно, что ты так печешься о моей безопасности Но ты принц Зора Однажды тебе придется возглавить народ Зора Тебе нельзя бояться потерь Ты обязан расти над собой И бесстрашно смотреть вперед в будущее Да, ну, я... Довольно Это на тебя не похоже Я позабочусь о владениях Сидон, ты просто обязан следовать своему сердцу И не оглядываться Всегда оставайся собой Всегда самим собой Все будет хорошо Я буду здесь Ясно, ясно Я... Я боялся потерять ту, кого люблю Я... я... О! Ты права, Йона Я верю в тебя, Йона Позаботься обо всем И всех тут Вперед, Линк К столбу света Следуй за мной И Сидон убежал Быстрее меня Похоже, Сидон, наконец, перестал сомневаться в себе И снова стал самим собой Все это время он чувствовал себя виноватым в том, что Не смог уберечь свою любимую сестру Все это время он не мог действовать, так как боялся за меня Но теперь он поверил в свои силы и доверился мне Это Сидон, которого я знаю и люблю Линк, прошу тебя, береги моего дорогого Сидона Да не вопрос Я только в сундучок заглянул А тут мой дорогой, любимый щит Был съеден Я надеюсь, что он здесь Блин! Королевский клеймор! За что? Верните мой щит королевский! Абзац! Ну капец! Просто потеря, потерь! Ладно, все, хватит тут рыдать Пойдем, короче, надо Сидону помогать Всем должен помочь И мне бы кто помог вернуть щит Что это такое? Что ты там увидел? Столб света? Что происходит? Из восточной чаши появился какой-то столб света Может быть это тоже последствия катаклизма? Эээ... Да не парься ты, грув! Ну и имя у тебя Все будет чики-пуки Погнали! Сейчас все исправим А, подожди, а где Сидон-то? Куда его занесло? Где он меня будет ждать? Наверное, вон там Мне надо вон туда Пока что я там ни черта не вижу Ладно, летим пока А, нет, слушай, вон он Вот ты где! Ну ок Так, главное, чтобы меня к говнищим этим с неба не пришибло А то параплан сложится, и я полечу в озеро А вот и я! Здоровенько! Так вот как можно забраться на небо Воспоминания? А, нет, это кто-то ему что-то на ухо там чешет Что это? Что это было вообще? А, неважно У нас нет на это времени Откуда этот свет? У меня идея Нифига себе он мощный Я так и думал На дне озера есть проход Будь свободен Ныряй! Лин! Я нырять не умею Я боюсь Ладно, походу у меня другого выхода нет Если что, Сидон меня спасет Я сейчас поближе подлечу Прям к воронке В центр воронки И... Погнали! Ну вот, я походу утопился А, нет, гляди-ка Я живой И где же это мы? А, Сидон! Посейдон! Ты где? Сидон, Посейдон Ё... Нифига себе Вот это дырище Ох ты, ёлки-палки Ну, нифига себе Там сундук, что ли? Минутку Дай-ка я его вытащу Деревянный, старинный Может, там труханычьи завалялись Все возможно Меч... Ты посмотри, дамага, сколько? Атака плюс 9 Длинный меч Зора Поврежденное лезвие Изготовлено из особого металла Зора И наносит большой урон, когда мог Оно мне здесь дичайше пригодится Вот это у меня уже сломалось Можно его выкинуть, в принципе Или... Сейчас, подожди, я посмотрю Есть у меня тут что-нибудь другое Короче, ладно Вот это я выкину Вот это вот мы выкидываем Нет, походу, мы это не выкинули Ладно, я сам выкину Вот так вот Вот Мы это сломали, а вот это возьму Если его еще зачаровать Да кости капец будет Ну-ка, покажи мне кинжал Уф Уф, уф, уф Сейчас я его зачарую, короче, чем-нибудь Слушай, я подумал про алмаз Может Алмазом? Плюс 25 к чиромонтажу Это довольно сильно Поэтому Сейчас этот меч будет просто Капец каким крутым Ёлы-палы Плюс 50 Он еще и от мокроты там прибавит к урону 80 Дамага Мои глаза вылезли из орбит Ау Оу Это сильно, конечно Надеюсь, он будет крепким Учитывая, что там алмаз у него А я-то думал В этом ящичке деревянном Какие-нибудь старинные труханы Потерянные А там Такое сокровище оказалось Так что Не все сундуки Стоят в себе Старьем Тут нам просто нужно будет Сейчас пробить вот эту штуку Давай, залази уже Давай я наверх просто залезу И оттуда Этого запущу Ёноба Ёноба, ёлы-палы Давай, заряжайся О, красавчик Поднимаемся наверх Я бы еще переоделся на самом-то деле А то что В костюмчике шахтера бегаю Что у меня тут Вот тунику надену А в качестве шлема В качестве шлема Давай свинью Я к ней уже как-то привык Хотя Каска шахтера тоже дает Три брони Как и свиная башка Тут, кстати, больше Ничего не спрятано Мало ли Может еще какие-нибудь Древние сундучки Ух ты, красота-то какое Открутие Святыня древних зора Прям такие вот Святыня Как будто зора Не знали Что под ними Вот такая красота Да Юноба Твой выход Я надеюсь, что ты туда Долетишь О Прокатило Так-так-так-так-так Теперь за деревяшку Надо схватиться Вот сюда Я так полагаю Что где-то еще Должна быть Дырень Короче Знаешь, что я подумал Я подумал А не сделать ли мне Здесь моторную лодку А то я что-то Заколебался Как-то Вот так вот Ой Я потихонечку Начинаю тонуть Блин Да нет Ты мне не нужен Я хочу за руль Вот и все Поехали Вот это другое дело Мии Как на катере Опа Ящик смотри Нашел Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Тормозим Тормозим Что же здесь может Лук Зора Сейчас посмотрим Открывай свои секретики Щит Зора Изящно украшенный щит Говорят, что с помощью Полумесяцев С обеих сторон Щита Опытный боец Может направить Вражескую атаку В пустоту То есть Разрубить атаку Противника Тем самым Дамаг Уходит в пустоту Ну-ка То же самое сказал Это что Вода течет Откуда-то Как-то Блин Был бы у меня Костюм Я бы мог Вот по вот этой воде Подняться Но Как бы нет Поэтому Прибегнем К нашей Ультра-руке И моим Чудо Умственным способностям Залетаем туда При помощи Реверса Ага И просто пробиваем Вот эту вот Закупорку Опа Ооо Меня тут должно было Течение просто Выкинуть Ну как видишь Я здесь Видимо за решетки Держался Дальше Мой плод Чуть я его Не лишился Ну а дальше Тут в принципе Как бы По подъемнику Вон там есть Да елки Да что ж такое-то Ты сядь в свой Драндулет А Да епарасота Линк Ну сколько может Ты реально Как свинья поступаешь О поехали Все На разворот И Нет Не сюда Задний кот Есть у нас Нет Все понятно Мы обосрались Ребята Поехали Короче Пешочком Точнее вплавь Вот По этому Подъемничку Сейчас поднимемся Там конечно Не очень Как-то Нифига себе Доска Вот это Я понимаю А хотя у меня Нет У меня было Поменьше Точно Шлеп Сундуки Больше не Повсплывали Тут никакие Так Вот если что У меня щит Я вот Вот так вот Буду прикрываться Так как здесь Вода Я короче Думаю На щит Нацепить Камушек Очень Хороший Такой Камушек Рубин По моему Он должен Огонь давать Поэтому Сейчас короче Я зачарую Рубин на щит Поскольку Мы в водной Пещере Тут должны быть Всякие Водяные Монстры Которые боятся Огня Так что Логика такая По крайней мере Поэтому Вот щит И когда по нему Кто-то ударит Произойдет взрыв Так что Все Круто Сейчас осталось Только сюда Залезть Как-то Как-то Это сделаешь У меня конечно Есть мысль Запрыгнуть туда Но Давай Вот так Нет Это Это плохая Была идея Слава богу Я не упал Прям в самый низ А слушай-ка Подожди Здесь телепорт Работает Не борода И здесь тоже Борода Хотя Есть у меня мысля Вот так вот Сделать Сейчас 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 Поближе Надо под Тащить Вот эту доску Давай Да Ты что делаешь Та Тебе толкнуть Надо было Я сейчас Разругаюсь Это блин Ты что не слушаешь Это вообще Ты что за такое Вот И Ну вот Где-то здесь А Вот Мой коварный План Сейчас Таким С Линком Сдружимся Окончательно Чтобы он Слушал Моей команды Во Погнали Во Ты зашибись А тут Сундучок Нас ждет То есть Не сюда И не обязательно Надо было Что ли Или как Опал Многие Верят Что в нем Скрыта Сила воды Да Опал В нем Есть сила воды Но Как нам Пробиться туда Походу Что Это нам Никак не поможет Ладно Пойдем Отсюда Я вот тут Кажется Пещерку увидел Пока В этой трубе Был ту сил О Действительно Пещерка Странно Куда она нас Приведет О О Ну Привет Так Что бы Не взять Какое бы Оружие Вот Наверное Давно Уже Моблина Лапоранг И давно Использовать Надо было бы Он быстро Сломается Конечно Но Как бы Пофиг Огоньком Тебе поджарить Что ли Где там Твоя Так Понятно Стрела нету Поэтому Поэтому будем Жарить его Вручную Лови Получил Ну Ему Как бы Пофиг Я Понял Уходим 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 Что это за Санта Клаус А вот Теперь А вот Теперь Кстати Можно было бы Бумерангом Попробовать Есть попадание Да не Скатывайся Лукни ты Готово Бумеранг У меня Есть Да Вот Надо было Бумерангом Кинуть Точно Как он близко Ой С тела получила Зашибись Сундук Прям мимо меня Пролетел Я думал Он меня сейчас Шибет Так Беззора Ледяного щита Едать Хорошо Что в сундуке Еще один щит Зора Да вы издеваетесь Нафига мне такая Куча зоровых щитов Нет Так как броня У него не очень Большая Я не буду его брать Поднимаемся Еще выше Слушай Мне вот интересно Ух ты Привет Если я Нет Это Это Ты брось Тут не надо кидать Если я Попробую отсюда Телепортнуться Куда-то наверх Это возможно вообще Это возможно Но Хочу посмотреть куда Нифига себе Я на поверхность Сплыл Обалдеть Не Давай назад То есть При помощи телепорта Я могу и Как бы Наверх Та оськи Слушай Блин Ёлки-палки У меня Два бумеранга Один Нифига себе Что я намутил А я даже И забыл Про это То есть Получается Что если Я сейчас Бумеранга Кину Это же Бумеранг Большой Он вернется Ну-ка Ага Ага Опа Эй Ты куда делся То Ё-моё Мне жабу Надо поймать Опа Что-то там Отвалилось По-моему Спасибки Бумеранг То целый Да Бумеранг Целый Но вот Рука Рука Не целая Нашел Короче Что-то Интересное Местечко Трубу И туда Мы сейчас С тобой Зайдем Посмотрим Да Ну Линк Ну Ну Как так Можно Вообще Себя Вести Интересно Сейчас Сюда Залезу Да Я теперь Еще сюда Не залезу Что-ли Давай Жеванный Тетвард Наконец-то Как так Можно Было Не в трубу А под трубу Запрыгнуть Это Фиаско Братан О Летучая Мышка Ну Не на тебе По твоим Олетучим Крылышком Здесь Небольшой Лабиринтик Я Вообще Будь по-хорошему Взял Небольшой Кинжи Вот Я же Кстати Копье Хотел Зачаровать Сейчас Подумаю Чем Его Зачаровать Короче Решил Трезубец Сделать Ой-ой-ой-ой Уходит Уходит Чаруй Быстрее Вот Таким Вот Образом Все У меня Теперь Отличное Копье Есть Блин Вы не пугайте Меня так Чего-то Выскочили Это Жля Чуть-чуть Нам пригодится Ага Тут Закрыто Интересный Лабиринт Хочу Сказать Кстати А сколько Сейчас Копье Долбит Оно же Мокрое Типа 46 Дамага Очень Неплохо Крылышки Глазики Это все Собираем Это все Нам пригодится Продолжаем Наш Путь Здесь Какие-то Стоки Сливаются Видимо Канализация Да Я представляю Какая Здесь Вонище А мне По всей Видимости Как бы Точно Опа С другой Стороны Очутились Ну вот и Зашибись Достаем Мою булаву И Калас Смарим О Я там Еще один Сундук Увидел Он где Решетки Ну круто Че Мы Очень Близко К своей Цели Здесь Нам уже Как бы Опа Нифига себе Здесь Лесенка Вот это Да Куда Она Нас Приведет Сзади Ничего Так Это Это Я Зря Нажал Рубильник Кстати Это Вот Те Самые Решетки Которые Я запалил И думал Что тут Сундук Но Нифига Подобного Опа Отменяем И Куда Нам Теперь Ёлки Вон Туда Бы Я Наверное Залез Подожди Я Не спешу Туда Ити К огню Потому Что Хочу Посмотреть Что Вон Там Вот Есть Чёртовы Колючки Не Прожигаются Ладно Ладно Есть У меня Идея Тебя Ну а теперь давай посмотрим, что это за волшебное колечко и куда оно нас приведет. КОНЕЦ 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 водопад. Ну, Сидон, ну хорош, ну убери руку. Ну что же за рука-лицо? А, я все понял. Для Зора водопад такой же путь, как и обычная дорога. Вот что означает водный путь. Вплавь по этому водопаду мы сможем забраться на небо. Линк, я в тебе не сомневался. А я вначале подумал, что ты расстроился. Что это? Сюда. Сюда. Я здесь. Опять? Меня кто-то зовет, что это был за голос. Ну, теперь путь нам известен, можно отправляться. Облачившись в доспехе Зора, ты тоже сможешь плыть вверх по водопаду. Забери доспехи у Йоны в парке Мифы. Да ты что, прикалываешься, что ли? Мне же там починить эти доспехи еще нужно. О, капец. Я надеюсь, что я сейчас пойду к Йону и она мне без починки доспехи отдаст. Не, конечно, я туда могу и без доспехов попасть. Я там уже, в принципе, был. Но, наверное, все-таки доспехи стоит получить. О, да я гляжу, вы тут в принципе исправляетесь. Стоите, ничего не делаете. Древние арованы. Мне можно костюм получить? Чтобы починить доспехи Зора, мне нужна лишь одна чешуйка древней арованы. В последнее время они нам не попадались. Я даже не знаю, где они водятся. Но, раз их применяют при изготовлении доспехов, то кузнец Дента может что-то про них знать. Если сможешь раздобыть эту рыбу, принеси ее мне, пожалуйста. В доспехах Зора ты сможешь подниматься по водопаду не хуже нас, хоть ты и хайлиц. Они наверняка тебе пригодятся. Обосраться, все-таки чинить нужно эти доспехи. Но сперва нужно найти этого кузнеца, который мне расскажет еще кого, где вообще искать эту рыбину. Но это уже совсем другая история, о которой ты узнаешь в следующей серии. Поэтому не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Так что до встречи!